В рестлинге нередко возникают конфликты, о которых мы зачастую узнаем из сводок новостей. Но это похоже, не настоящий. Ненастоящий. Ох, твиттерные войны вот такие бывают. Блин, ну они же тоже постановочные все, разве нет? Ну, эти закулисные драки, да. А с нас свежие ролики каждую неделю. Написано, опять настоящий драк в рестлинге. Ну ладно. Они же могут специально прогрев для шоу сделать, типа... А мы же просто повелись. Наверное, самая известная закулисная драка в рестлинге состоялась между Голдбергом и Крисом Джерико, еще во времена их работы в WCW. Известно, что по какой-то причине Голдберг относился не лучшим образом к Джерико, а позже и вовсе отказывался участвовать с ним в матчах. Все дошло до того, что Билл позволил себе наорать на Криса за кулисами перед другими исполнителями. Джерико это сильно возмутило, после чего и началась драка. Ну а самое интересное то, что Y2J довольно быстро провел захват Headlock, поэтому Голдберг не смог нанести своему оппоненту никакого урона. Джерико долго держал захват, понимая, что если отпустить, то Билл, обладающий более серьезными габаритами, может его попросту разорвать. В итоге эта драка оказалась победной для Джерико, так как Голдберг не смог даже и пальцем тронуть Криса. После этого случая Билл больше не позволял себе грубости в сторону Джерико, который обеспечил себе серьезный авторитет за кулисами на долгие годы вперед. Жалко драки, она не покажет настоящий. Ну правильно, ее не будет. Мы же сняли здесь постановочное. Многие рестлеры в то время называли его зазнавшимся, так как после выигрыша многих титулов, его эго стало по-настоящему огромным. Это же этот, Дракс. Да, Дракс. Ёпта, Рестлер тоже. Один из рестлеров не выдержал такого отношения со стороны Батисты во время съемок рекламы от WWE и произошел настоящий конфликт. Речь идет о Букере Ти, у которого с будущей звездой кино началась словесная перепалка, а затем и вовсе драка. Очевидцы отмечали, что Букер довольно легко стал победителем в этом Махаче, несмотря на куда более внушительные габариты Батисты. Как и в предыдущем случае, избили Дракси. Эго, проигравшего рестлера, стали намного скромнее. Угу. В преддверии Монреальского облома, о котором мы уже много раз рассказывали в наших видео, Брэд Харт и Шон Майклс жестко конфликтовали и откровенно ненавидели друг друга. Ну, такие классные штаники. В слое 1997 года, во время своих рома, и Брэд и Шон позволяли себе высказывания, в том числе о личной жизни. Я его там маму. Однажды Майклс намекнул в своей речи на романтические отношения между Брэдом и Санни Сич. Эти слова настолько взбесили Харта, что позже за кулисами произошла настоящая жестокая драка. В этом противостоянии победителем вышел Брэд Харт, который даже умудрился вырвать клок волос из головы Шона. После этой ситуации, Майклс держался от Брэда подальше, так как их следующий бой за кулисами мог бы означать для Шона не только потерю какого-то количества волос, могло бы дойти и до более серьезных последствий. Могу, почему надо рвать? Трудно сказать, является ли данная история правдивой, но многие инсайдеры в то время описывали одну и ту же ситуацию. Ростер WWE отправился за границу в рамках шоу «Туты Дымс», где рестлеры проводят матчи, посвященные военным США. Во время полета JBL вел себя не совсем адекватно. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он орал, позволял себе резкие высказывания в адрес работников и работниц WWE. Ну, короче, вы решили побить за это. Комментатор компании, Джои Стайлз, решил, что он должен проучить Джона Лейфилда, который ведет себя как-то ужасно, в дороге перед столь ответственным мероприятием. Джои подошел и со всей силы ударил JBL в лицо, таким образом нокаутировав дебошира. Отмечалось, что после этого растерял себя тихо и больше не проронил ни слова до конца полета. После этой ситуации Джону Лейфилду было стыдно за свое поведение в самолете. Конечно же, алкоголь нужно употреблять в меру. А лучше не употреблять. Во время первого Рейна Шеймуса в качестве чемпиона WWE, в интернете различные издания начали публиковать занимательную историю о его давнем конфликте с Йошитатсу. Отмечалось, что история произошла еще в те времена, когда рестлеры выступали на подготовительной площадке WWE, то есть до 2009 года. Тогда Шеймус, Йошитатсу и Тед Ди Биаси-младший вместе временно снимали жилье, пока их судьба в промоушене еще не была определена. Отмечалось, что у Шеймуса и Татсу нередко возникали конфликты на бытовой почве, и во время одной из ситуаций произошла настоящая драка, в которой Йоши сумел отправить Ирландца в нокаут. Однако в 2020 году, во время участия А, вот что он рыжий, Ирландец. Шеймус заявил, что СМИ данную ситуацию слишком раздули. По его словам, конфликт даже не заслуживает особого внимания. Да, у них действительно произошло какое-то недопонимание, но Шеймус заявил, что они лишь в течение минуты потолкались и дали друг другу по пощечине. На этом конфликт и завершился... Нет, ты моя посуду. Ты моя посуду. Однако с трудом можно представить ситуацию, в которой бытатсу действительно нокаутировал Шеймуса. Кто-то голый стоит. Спасибо за просмотр этого видео. Во здоровье, обращайся. Не, значит, это настоящее. Драки же не показали вот эти вот закулисные. Ну, да. Ну, это уже, знаешь, не факт. Ну, может, СМИ реально раздуть же. А вдруг там реально раздули, ну, да, придумывали себе. Мало ли, мало ли. Для какого-нибудь пиара боя популярного.